Всех, кто стремится походить на звёзд Голливуда хотя бы улыбкой, расстроят последние исследования, касающиеся фтора, главный панацея от кариеса. Его добавляют зубные пасты, жвачки, даже в детское питание. Учёные выяснили, что передозировка фтора ведёт к таким заболеваниям, рядом с которыми кариес самое безобидное. Инна Чукина о вторичных эффектах. Не лечит, а калечит. Народная мудрость как никогда совпала с исследованиями учёных. Фтор, который во всём мире считали лучшим средством для профилактики кариеса, при превышении дозы оказался буквально ядом, разрушающим не только зубы и кости, но и все системы организма. Переизбыток фтора в организме может вызвать тяжёлые повреждения головного мозга, заболевания почек и провоцируют развитие остеосаркомы. Фториды препятствуют надлежащей работе щитовидной железы и ослабляют эндокринную систему человека. Потребность человека во фторе не так уж и высока, и практически полностью её восполняют питьевая вода и продукты питания. А вот превышение становится опасным. Не последнюю роль здесь сыграла реклама. Сначала зубные пасты с фтором, потом жевательные резинки и даже детские смеси. Восполнить дефицит призывали в роликах стоматологи, инопланетяне и бобры. Но чаще всего производители просто не хотели отставать от конкурентов. Безусловно, если какая-то из компаний предлагает какой-то инновационный продукт, этот продукт находит поддержку рынка. И если этот продукт действительно в реальности существует, если это инновация, если это достижение, востребованное рынком, опробировано, и потребитель заинтересован в нём, то, естественно, все остальные компании подстраиваются под нужды потребителя. Панацеей от зубных болезней считались и программы фторирования питьевой воды в разных странах мира. Кариис пропадал, но зато появлялись нервные расстройства и дисфункция почек у детей. Сейчас добавки запрещены в Европе и Америке. В России тоже из крана уже давно не течёт фторированная вода. Слишком дорого. Да и цели пока другие. Самая главная задача – это обеспечить население чистой питьевой водой, хотя бы утолить жажду достойного качества водой. А всё остальное получается по Владимиру Семёновичу Высоцкого. Толк было с него, как с хазла молока, но, однако, и вреда никакого. Немецкие учёные доказали, что прочность человеческого зуба не уступает клыкам тигровой акулы. И состав тот же, и плотность, только вот проблем с зубами у акул гораздо меньше. Именно из-за того, что в морской воде находится достаточное количество микроэлементов. И в том числе высокое содержание фтора. Сделать зубы такими же сильными предлагают сейчас во многих стоматологических клиниках. Врачи говорят, локальное фторирование или минерализация безопасны и необходимы. Но главное условие, чтобы состав из фтора оставался только на зубах. Сложность процедуры фторирования в том, чтобы фтор попадал только на эмаль, локально. Очень сложно провести маленьким деткам такую процедуру, так как у них повышенный глотательный рефлекс. Естественно, фтор должен не употребляться.